Архангельск, Поморская, 27, Писахово. Письма, отправленные на этот адрес, всегда доходили и опускались в почтовый ящик деревянного дома, что стоял между проспектами Чумбарова-Лучинского и Ломоносова. В пятидесятых годах прошлого века любой архангел-огородец мог показать этот дом. В доме жил старик, невысокий, кряжистый, с бородой, длинными пушистыми усами и сердитыми бровями, а глаза голубые и лучистые. Старик любил прогуливаться по деревянным мосточкам Архангельска. Ходил он в очень старом черном длиннополом пальто. Мог разговориться на улице со случайным прохожим и полдня прогулять с ним по городу или простоять несколько часов и проговорить. Старик сочинял добрые, немного грустные сказки и до преклонных лет рисовал картины «Свой родной север». Звали его Степан Григорьевич Писахов. Теперь Поморская – просто одна из центральных улиц, застроенная похожими друг на друга домами, из стекла и бетона, торговыми центрами и банками. В начале прошлого века это был едва ли не самый оживленный уголок Архангельска, где находился городской рынок и торговые ряды. У причалов близ Поморской швартовались многочисленные шхуны, карбасы и лодочки, нагруженные заморскими товарами, рыбой да съестными припасами из двинских деревень. Участок набережной в районе Поморской так и назывался – торговая улица. Особое место в ряду товаров занимала рыба. Семга, палтус, беломорская селедка, комбала, щуки, стерлядь и, конечно, архангельская треска. Доска и треска в тогдашнем Архангельске водились в изобилии, а вот тоски еще не было. Поморская улица долго еще будет оставаться своего рода центром города, недаром еще пару десятков лет назад старые архангелогородцы, говоря «поеду в город», подразумевали именно ее. Эту улицу Писахов очень любил. Пройдем по набережной в другую сторону, к обводному каналу. Там город кончался, дальше были болота. А с левой стороны, поморской, уже не такой оживленной, стоял скромный двухэтажный деревянный дом. Этот дом построил отец Степана Писахова, Григорий Михайлович Писахов. Он приехал в Архангельск из Могилевской губернии и был небогатым ювелиром. Здесь Григорий Писахов крестился, он был еврей, женился на северянке Ирине Ивановне Милюковой и, записавшись в купеческую гильдию, открыл небольшую ювелирную мастерскую. Так Писаховы, теперь уже Писаховы, что звучало проще, стали архангелогородцами. Родился в городе Архангельске, Поморская, 27, в той комнате, в которой живу. Родился в 1879 году. Так начнет Степан Григорьевич свою автобиографию, написанную в конце 1930-х годов. И хотя дом, построенный его отцом у Писаховых, позже отобрали, превратив в коммуналки, а прежним хозяевам оставив всего одну комнату, Степан Григорьевич не покинул его. Он много странствовал, даже скитался, но всегда и в юности, в хаосе революции и гражданской войны, и после, всегда возвращался домой, в Архангельск, на Поморскую. Вот что значит «родные стены» или просто «родина». Писахов севера. Так образно называл его Илья Эренбург. Степан Григорьевич дверей не закрывал. Всегда был рак гостям. В дом его, как в музей, заходили все, кто хотел лучше узнать Архангельск и русский север. Он и сам был своего рода олицетворением севера. Загадочный, бородатый детсказочник. Достопримечательность, живая легенда. Таким его и запомнили.